Добрый день! Хочу в этом видео кратко рассказать, как разводят на ЮДУ. Ну, сломалась у меня стиральная машинка. Я разместил заказ. Ремонт стиральной машины, замена подшипника. Вот, все детали как бы указал здесь. Требуется замена подшипника в Electrolux EVS 1046 из-за износа люфта в продольном направлении. Шумит, шкив цепляет пластиковый бак или металлический бак в манжету. Оригинальный подшипник с сальником и смазка есть. Несрочно. Двухрядный подшипник легко выходит. Бак разборный. Это я просто пишу, потому что это сильно влияет на объем работ. Нужно там резать бак болгаркой потом склеить, либо просто там несколько шурупов отвинтить. Вот, и насколько там легко выходит подшипник. Потому что одно дело его там 2 часа выбивать медленно, другое дело, если он там за минуту чуть ли не сам там выпадает, грубо говоря. Вот, все это четко пишу, указываю стоимость, соответственно, этой работы. Почему такая стоимость? Потому что мне уже, ну машинка старая, мне уже там 17 лет ее работы там 2 раза меняли. Один раз там за 2 500 и недавно там за 3 000 поменяли. Вот, плюс еще в эту же цену входил там замена еще насоса одного. Ну, это не суть. Вот, соответственно, я ставлю эту цену 3 000. Приходят как бы 3 отзыва. Вот. Соответственно, 1 500. Вот, то есть, исполнитель может сам указывать цену на самом деле. То есть, он не обязан соглашаться с ценой заказчика. Вот. А кто-то указывает, допустим, стоимость за диагностику. Вот. И говорит, ну, пишут, что здесь, как бы, цена зависит от того, что там покажет диагностик. Ну, некоторые вот на тех людей, которые отзывы, вот эти пишут шаблонные, не читают мое даже задание, вот, как бы, ну, смысла отвлекаться нет. Вот. Ну, с этим, как бы, не сошлись в цене. И вот, ну, пришло отзыв. То есть, пишут, добрый день, сальник для замены тоже есть. Вот. То есть, человек тоже, видно, не читал это объявление. Хотя, как я уже говорил, в этом отзыве точно указан, что все тут с сальником. Вот. Дальше. Звоните, буду рад помочь. Телефон исполнителя. Он будет рад помочь. Он соглашается. Вот. Соответственно, переписка у нас. Я выбираю исполнителя, ну, нормальная предложенная цена. Вот. Что происходит? Пишу ему. Добрый день, выбрал вас исполнителя. Можете приезжать в любое удобное время, да? Ну, то есть, чтобы, ну, не было накрутки, там, за цену, там, например, в какое-то время часопиковое, да? Я целым меня не думаю. То есть, мастер может вот в любое действительно время подъехать. Это тоже может снизить цену. Добрый день, Василий. Не успел с вами договориться, а вы меня уже выбрали. Стоимость работы 4 500. То есть, он присылает, он, ну, вроде типа опытный мастер, у которого там много заказов на еду, но он так не разобрался, что может сам менять цену, да? Которую предлагать свою цену. Ну, вот. Я считаю, что это просто, ну, не профессионализм. Либо умышленная какая-то манипуляция. Стоимость работы 4 500. Я, ну, пишу, что стоимость работы 3 000. Ну, что-то я предложил, и он также откликнулся с этой же ценой. И мы видели, что мастеры могут предложить либо меньшую цену искать, ну, допустим, что это за диагностику. Либо сразу сказать, что, да, вот 5 000, как бы, ну, вот по их оценкам, да, там. И действительно, он мог там уточнять, что если сальника нет, допустим, там, то будет там не 3, а 3 500, да? Но вот если сальник есть, то 3. Тогда бы, как бы, это было понятно. Ну, у него стоимость чисто работы 4 500 уже стала. Полтора раза увеличилась. Я пишу еще раз. Ну, вдруг действительно человек быстро отвлекался, не прочитал там полностью явление. Пишу, сальник и подшипник в наличии. Я понял, что в наличии с моими запчастями 6 500. Вот. То есть, еще увеличивает на 2 000. Ну, то есть, в принципе, рыночные цены на вот эти запчасти. Здесь, как бы, вопросов нет. Ну, если он покупал их еще до кризиса у него лежит, то, как бы, он тоже на этом зарабатывает. Ну, то есть, сколько раз я отвлекался, все время мне, ну, вот у меня там, я не знаю, сколько там, несколько десятков отвлеков. Я выбираю исполнителя, он радостно ко мне перезванивает и договариваемся, да, там, о месте встречи и так далее. Вот. То есть, здесь никаких вопросов никогда не было. То есть, здесь вот именно такой, что, дескать, нужно было с ним созвониться. А что созвониться, если так все детально описано? Вот. Сейчас, говорит, вообще таких цен нету. Вот. Я не знаю, что он не рассчитывает, что если курс доллара вырос, что у них там прям пропорционально зарплата, что ли, должна, да, там, стоимость одного заказа увеличиться. Ну, как бы, такого глупо ожидать, да. То есть, если все меняют там по три тысячи, вот те, когда я до этого заказывал, сейчас резко там курс увеличился, не знаю, в полтора раза, у них даже четыре пятьсот, что ли, зарабатывать. Непонятно. Вот. То есть, вот тоже начинается манипуляция. Сейчас, за замену подшипников, мастера озвучивают от десяти тысяч. Вот. От десяти тысяч. При этом все три отзыва до этого, я могу открыть, даже, предыдущие отзывы, там, ну, максимум, вот, восемь тысяч и плюс еще комиссия, там, может быть, десять процентов. Какого-нибудь юду, там, или страховая, да, там, страховое покрытие, там, ну, девять получается. Вот тоже здесь идет манипуляция, дескать, вот я вам предлагаю десять тысяч. А сможете заменить, я еще раз ему говорю, сможете заменить за предложенной вами ценой три тысячи? Он говорит, не понял вопроса. То есть, ну, такой, включает дурака. В чем это термин «включить дурака», ну, как бы, у него, сейчас поймем, откуда появляется. Не понял вопроса, мне нужно изменить, да, то есть, вот, включает еще дурака. Вы отказываетесь, я пишу, вы отказываете выполнять задание за три тысячи? Отказываюсь, пишет он. Я, соответственно, ну, закрываю этот заказ, ну, заказ не выполнил. Он опять тоже, а он у себя в интерфейсе ставит статус «заказ выполнен», хотя он, ну, как бы, сам от него отказался. Что он выполнил-то? Ничего он не выполнил. Соответственно, там идет, задание передается в арбитраж, и, соответственно, получается, что у него снижается его оценка. Вот, соответственно, я ему пишу. Мастер предложил цену три тысячи, не перезвонил, а потом начал увеличивать цену под разными предлогами. Чтобы не было никаких вот искажений, да, то есть, здесь нет никакой конфиденциальной информации, какой-то личной, ну, просто обычное обсуждение заданий, да, то есть, здесь, чтобы не было того, что я что-то там исказил, передернул, вот какие-то там, ну, то есть, вот здесь вот все дословно приведено, его отказ от работы за эту цену. Ну, вот, теперь точка зрения этого мастера. Вот, что он пишет? «Василий очень некрасиво поступил, в своем отклике я задал ему вопрос, он на него не ответил». Ну, как я не ответил? Сальник и подшипник в наличии. И в самом задании было написано, что сальник и подшипник в наличии. И я ему еще раз в комментариях здесь написал. Ну, либо вы читайте внимательно, вот, либо, как бы, потом сами на себя пеняйте. Не надо задавать уточняющие какие-то вопросы, если вы, ответы на них находятся в самом тексте объявления. Изначально. Ну, сразу выпал он у меня исполнительный. Ну, как бы, я вижу, что у человека там, сколько-то там отзывов. Вот, топ-50, как бы, 200 выполненных заданий. Ну, вот, еще раз повторю, за 200 выполненных заданий можно разобраться в системе работы этого юдо, а не включать дурака. Откуда эта фраза появилась? Сейчас вы знаете ниже. Не обгорев детали работы. Что детали работы? Здесь все расписано. И стоимость за работу. То есть, опытный мастер понимает, в чем там работа. Да, вот, та стоимость, которую он указал при создании задания, это минимальная стоимость. Это не минимальная стоимость, если вы откроете это задание, пытаетесь сейчас создать. То есть, это средняя цена. Вот, то есть, там, от самой простейшей, да, до какой-то супер максимальной. Средняя стоимость. Причем, еще раз я повторяю, это стоимость фактически, как мне, уже пару раз делали. И даже чуть дороже, который выставляет само предложение. Не само предложение, он путает. Само предложение так выставляет на ремонтнике. На юду так это не работает. Хотя таких цен вообще никогда не было. Ну, то есть, понятно, что если он мастер и он добился того, что у него вот такая вот высокая оценка, нет негативных отзывов, он пытается себе накрутить стоимость своих работ. Ну, типа, я вот такой классный мастер, делаю только дорогие заказы на какую-то там мелочевку, дешевку, я не соглашаюсь. Ну, вот такая у него логика. Ну, это удобная, комфортная работа, действительно, можно так работать. На что был расчет, не понимаю, видимо, ну, дурака. И вот человек в том, в чем он объявляет, обвиняет других, он тем сам и занимается. Это вы видели по переписке. То есть, он, слово замена подшипника, там, начинает думать, что заменить цену и так далее. Ну, то есть, вот это вот, или включать и так далее, дурака. Вот видим, как он в переписке включает дурака и начинает запугивать какими-то высокими ценами, типа, так сказать, на фоне этих высоких цен, мое предложение очень даже выгодное. Вот, ну, манипуляция такая. К тому же, выложил всю переписку, даже не могу оценить данный плат. Ну, конечно, а что тут оценивать-то? Оценивать тут нечего, потому что тут он же не рассказывал, да, там, конфиденциальную какую-то информацию. Ну, это обычная переписка, вот эта вот манипуляция с ценой. Вот, для чего я это опубликовал? Чтобы вы не поддавались на эти манипуляции и чтобы вы умели им противостоять. Вот, и чтобы не было искажений, что я потом его в чем-то оболгал и так далее. Ну, все дословно, как бы. Вот. Но самый первый мой ответ в этой переписке не указал. Ну, вы только что видели, что все его ответы в переписке указаны. В этом ответе я ответил, что нужно сначала договориться. Вот. Не успел с вами договориться. Вот, все, все здесь указано. Переписка дословная. А потом уже выбирать меня как исполнителя, зато оболгал меня. В самом отзыве, еще раз. Нет, там, не знаю, позвоните, а потом выбирайте меня исполнителя. Некоторые действительно так пишут, там. Давайте вы сначала со мной свяжитесь, мы все обсудим, а потом выбирайте меня исполнителя. Некоторые так пишут. Он ничего такого не писал. Так. Оболгал меня. Якобы я увиливал и поднимал цену. Во-первых, я слово увиливал не писал нигде. Ну, как бы он сам так оценивает, видимо, свой поступок. И поднимал цену. И увеличивал цену. Вот, смотрите, 4 500, 6 500, там, 10 тысяч. Вот. Такая вот идет тонкая манипуляция. Вроде ни к чему не придерешься, да? Ну, другие мастера предлагают. И так далее. Ну, вот такие вот формулировочки. Вот давят так вот. Моя цена при договоренностях всегда была окончательная. Измене не подлежало. Ну, сам откликнулся с ценой 3 000. Сам как бы и виноват. И подтверждена моими работами. Ну, молодец, что твоими работами. Вот нужно посмотреть, какая там цена была у его работы. Коллеги-исполнители, будьте внимательны. Действительно, коллеги-исполнители, будьте внимательны. И если вы откликаетесь и предлагаетесь свою цену, то потом вы как бы ее, если вы увеличиваете, да, то это выглядит с точки зрения заказчика, ну, некрасиво. Вот. Вот такие вот у нас есть интересные исполнители, которые умеют зарабатывать, делая относительно простую работу. Спасибо большое за внимание. Спасибо.